Добрый день, всем добрый день! Я приветствую! В моей коллекции появилось две новых, совершенно потрясающих по красоте и по разговорчивости колоды издательства ВЕСЬ нашего отечественного, прошу заметить, Тара магических собак и Тара мистических кошек. Да, кошки у нас мистики, а собаки у нас магики. И я делаю обзор. Собаки немножко у нас побольше, так положим, да, собачки у нас побольше. И смотрите, какая классная рубашка у этой колоды. И какие обалденные, обалденные карты. Вот смотрите, двойка Пентакли. Здесь карты в этой колоде называются стихиями, то есть земная двойка, двойка Пентакли. Видите, двойка Пентакли это у нас поиск баланса. И вот видите, две собачки качаются на качельке и пытаются найти баланс, да, то есть тяжелая собака, видите, на коротком конце, а маленькая на длинном для того, чтобы найти баланс. Сейчас я кошек пока уберу. Вот. Земной туз, туз Пентакли. Смотрите, какой он потрясающий колоды. Небесный альфа-самец. Думайте, это кто у нас небесный альфа-самец. Небесный это у нас мечи, то есть по всей вероятности это король мечей. Небесная альфа-самка. Это пара, да, видите, как они белые-черные. Небесная альфа-самка это тоже, конечно же, королева мечей. Небесный защитник. Это, я так думаю, у нас, наверное, будет рыцарь мечей. И небесный щенок, да, то есть стихия воздуха это у нас масть мечи и вот щенок это пашь. Дальше. Небесная десятка, да, это 10 мечей. Карта разрушений, карта ограничений, карта гибели, видите, тут собачка вся израненная, небо черное и так далее. Девятка, видите, прячется, небесная девятка, девятка мечей, видите, прячется собака в пещере, а все вокруг гремит, гроза, какие-то вокруг несчастья, но собака пытается, она испугана, она загнана, но пытается избавиться от этого. Восьмерка мечей, смотрите, как здорово, собака, над ней какие-то кружат, видите, черные вороны, неприятности, но и она не может перепрыгнуть, вот имеет ограничения и пока не может их перепрыгнуть, но возможность перепрыгнуть у нее есть. Семерка мечей, я уж так подробно не буду значения, шестерка мечей, здесь у нас по семерке мечей, здесь, видите, отстаивание своих интересов идет. Небесная шестерка, просто их разглядывать, эти карты, одно удовольствие. Небесная пятерка, то есть, эта собака себе загробастла, видите, все на других, то есть, эгоизм такой высшей степени. Небесная четверка, четыре мечей, то есть, в ожидании чего-либо они все находятся, видите, сидят, смотрят, ждут. Тройка мечей. Двойка мечей, видите, собачка попала, так скажем, в такую ситуацию. Что и вниз никак, и вверх не зашел. Туз мечей, видите, дует ветер. Ловец снов здесь изображен, здесь вообще на тузах на всех ловцы снов изображены. И на обратной стороне, повторяю, вот такая вот рубашка в виде ловцов снов. Смотрите, какой морской альфа-самец, это король чаш. Ай, морская альфа-самка, смотрите, королева чаш. Чаш, это у нас стихия воды. Морской щенок, это пажик чаш. Морской защитник, да. Я бы не удивилась, если бы он тут еще в берете был. ВМФ. Морская десятка, очень хорошая карта. Это десятка чаш, когда, видите, семья, радуга, они вгуд, дети радуются, они все вместе. У них общая цель, они, видите, палочку несут. Морская девятка, девять чаш, восемь чаш. Здесь, видите, собачка идет, вокруг все зеленое, да, и вроде как возможности какие-то ей предоставлены. Но она напугана, она уходит от того потенциала, который ей предоставлен. Морская семерка, вот такая корги собачка, классная. Морская шестерка, шесть чаш, видите, тут все дружно идут к источнику. Морская пятерка, пять чаш. Четыре чаш. Надеюсь, вам видно, потому что у меня тут освещение обычное. Три чаш. Три чаш у нас, как правило, любовный треугольник знаменует. Двойка чаш. Тут, конечно же, любовь, видите, две собаки. У них любовь, они осмотрят вдаль, впереди есть спокойная река жизни. Туз чаш, да, вы видите, спокойное, красивое море, голубое небо, символизирующее любовь. Дальше пошли у нас жезлы. Огненный альфа-самец. Смотрите, какой классный полуватинец. Огненная, это жезловая, да, представляю, стихия огня, королева. Рыцарь. Пажик, такой бигарь замечательный. Десять жезлов, да, собачка, видите, ему надо разжигать костры, и он распределяет, работает, распределяет усилия. Девятка огня, да, тут уже идет, знаете, какое-то празднование, да, мечта, может быть, о празднике. Восьмерка огня. Прохождение через трудности, успешная, кстати, семерка мечей. Ой, простите, жезлов. Аж шесть жезлов, да, собака, видите, на нее все смотрят. Собака-выступака такая, актриса здесь у нас изображена. Пять жезлов тут свора собачья дерется, да. Четверка огня, жезловая, это символизирует в картах Таро свадьбу, свадьбу, праздник, радость. Вот такой дурак, вышел замечательный, прекрасный просто. Вот такой песик-чародей, карта маг. Верховная жрица у нас стоит, над ней луна. Императрица вот такая вот, Шелти это или Колли, подумайте сами. Вот такой император, как бы немножко такой придавленный опытом жизненным, да. Классный здесь шаман, смотрите, поднял лапу, весь такой в перьях, сидит в кругу, просто потрясающе. Старший Аркан, влюбленный, как мило, как мило. Карта Колесница, таким образом изображена. Карта Сила, видите, там на заднем плане котенок за хвост треплет собаку. Карта Отшелик, видите, пес тут ото всех отдалился, сидит в какой-то пещере, в каком-то замке, смотрит на огонь, занимается размышлениями. Колесо, видите, здесь не Белка в колесе, а Собака в колесе. Кровосудие, собака сидит с весами, да, у себя в зубах. Карта Ясновидящий. Карта Смерть. Так, Ясновидящий. Кто у нас, Глазка Аркан? Карта Умеренность. Трикстер. Ага, ага, как интересно. Даже башня. Ну вот, кстати, башня здесь как-то... Я бы не сказала, что сильно разрушающая выглядит. Собачья звезда, карта звезда. Карта Луна, да, видите, даже тут образ есть. Карта Солнца, потрясающий. Подсолнечник Краснодарского края. Карта Зов. Это у нас... Так, карта Мир. Туз Огня. Двойка Жезлов. Тройка Огня. Земная тройка. Это три Пентакли. Пять Пентакли. Четыре Пентакли. Жаденка, видите, такая сидит. Земная шестерка. Шесть Пентакли. Видите, что Бог послал, как говорится. Тем тому и рады. Семь Пентакли, да, ну, видите, пёсик на охране. Тому, что имеется на охране добра. Земная восьмёрка, видите, труды, богатства. Девять. Вот, классная карта, особенно для женщин. Ресурсная, видите, собачка какая. Вокруг и горы, и моря, и зелень, то есть всё присутствует. Десять Пентакли, да, это заслуженная награда. Земной щенок, это у нас, простите, Паш Пентакли. Это рыцарь Пентакли. Земная альфа-санка, королева Пентакли, цена и король Пентакли. Вот такая карта. Это мы с вами посмотрим таро магических собак. И сейчас кошка. Кошки немножко поменьше размера по сравнению с собаками. Видите, насколько. Вот, но, блин, они тоже такие классные, классные. Трое из клана воздуха. Это у нас тройка мечей. Трое из клана воды. То есть это у нас тройка чаш. Хорошая кошечка. Это у нас карта солнца. Грация. Да, пятнадцатый аркан. Король Пентакли. Вот таким рыжим кочком. Кстати, рыжие коты, они реально привлекают для привлечения денег. Карта аркан луна. Пятеро из клана воздуха. Пятерка мечей. Здесь даже сфинкс просматривается. Четверо из клана земли. Пятеро из клана воды. Пятерка чаш. Видите, котик такой озлобленный, такой обиженный. Четверка жезлов. Четверка чаш. Как интересно, какая классная. Тоже по стихии, в общем-то, они одинаковые. Пятерка жезловая. Пятерка пентакливая. Видите, котик сидит, смотрит на богатых котиков, а сам на улице. Про бедность нам эта карта говорит. Кот клана огня. Королева клана огня. Котелок клана огня. Ну, это, сами понимаете, пажик. Король клана огня. Ох, какой жезловый король. Потрясающий просто. Восемь мечей. Смотрите, как интересная, какая интерпретация. Восемь чаш. Кот клана земли. Восемь пентаклей. Вот здесь вот. Восемь жезлов. Третий лишний, уматовый. Демоническая кошка. Пятнадцатый аркан. Пентакливый пажик. Видите, встретился тут у нас с ежиком. Королева клана земли. Королева панта. Такая толстая, а здесь кошка изображена. Кот-волшебник. Это аркан. Маг. А здесь, почему у него знака бесконечности нету? Здесь пентакливая. Значит, все пентакли, пентакли. А вот знака бесконечности, как у собак, здесь я не наблюдаю. Так, одиннадцатый аркан. Здесь он назван последствия. Тринадцатый аркан также называется смерть. Видите, котик умер, и душа его поднимается. Один из клана воды. Это один из клана воды. Туз чаш. Туз мечей. Туз огня. Такой прекрасный. И туз земли. Видите, какое дерево. Как в этом, в картах Ленорман. Дерево тоже шикарное. Тройка жезловая. Здесь только три жезла. Не вижу. Вот такая тройка жезлов. Здесь представлена четверка. Жезловая. Ой, мечевая. Вот такая. Девять из клана земли. Это ценная карта о ценности. Девять из клана огня. Видите, сидят, они спиритическим сеансом занимаются. Девять из клана воды. Девять из клана воздуха. Девять мечей. Да, угрозы, страхи. Король клана воды. Король чаш. Королева чаш. Такая няшечка. Прямо просто нет слов. Вот. Такой котенок водный. Это пажик. Кот клана воды. Это рыцарь у нас. Видите, такой, знаете, ну, прямо няшный такой завлекашка. Семеро из клана земли. Это семерка пентакли. Семеро из клана огня. Семеро из клана воды. Не витайте, говорит, в оболоках. Семеро из клана воздуха. Это семерка мечей. Шестерка из клана земли. Шестерка жезлов. Да что ж ты, как мимо не проедешь. Все орешь. Шестерка из клана воды. Кот из клана воздуха. Королева мечей. Так представлю. Папаш мечей. Вот так представлю. Король мечей. Вот так, видите, холодный такой сидит на дереве и наблюдает. Шестерка мечей. Уходит от опасности котик. Карта звезда. Видите, котик смотрит на небо и видит звезды. Карта сила. Сильную волю кот имеет, чтобы птичек не сажать. Карта солнце. Здесь такая интересная. Видите, в виде богини кошачьей. Это египетская богиня Бастит. Она для них солнце. У каждого свой бог. У котов тоже есть своя богиня. Она называется Бастит. С женской фигурой и головой кошки. Это покровительница. Погуглите, будет очень интересно. Вот, десять жезлов. Десять пентаклей. Десять чаш. Как классно. Десять мечей. Да, здесь голодный, бедный, несчастный, всеми брошенный. Шут вот такой вот оригинальный. Крестница. Император сидит у нас на кресле. Императрица. С котятками. Летающая кошка. Двенадцатый аркан. Классно. Отшельник. Смотрите, с дарами с какими, да. И сразу вспомнили строки. Кот ученый. Все ходит по цепи кругом. Цепи нету, но кот ученый тут явно сидит. Карта влюбленная. И ян чем-то напоминает, да. Карта жрец или ирофант. Карта жрица. Верховная, да. Карта башня. Ну, вот здесь вот у кошаков видно, да, что разрушено все. Рушится, вернее, все. Карта колесо. Я думаю, Сбербанк отсюда слезал. Загрузку оплаты онлайн. Карта мир. Видите, котик сидит, смотрит в окно. И все у него классно. Трое из клана Земли. Три пентаклей, да. А это к ним пришел. Кошечки сидят, сжег с кораблей. И принес им какие-то ценные знания, известия. И сам он ценный. Двое из клана Воздуха, двойка мечей на выборе. Тут даже пума больше. Двое из клана Воды, двойка Чаши. Это карта символизирующая любви. Видите, пьют из одного источника. Двойка кланов Огня, два жезла. Тут про эгоизм разговор. И двое из клана Земли, двойка пентаклей. Смотрите, держит котик баланс. Очень умело держит баланс. Вот такие вот у меня замечательные новые карты, от которых я просто в восторге. Карта картона, знаете, довольно-таки приличная. Карты гладкие. Очень легко тасуются. Сейчас я вам покажу. Очень красивая, очень хорошая вырубка. Яркие, впечатляющие. Хорошо тасуются, хорошо лежат в руке. И вот я уже взредила. И вот это тоже, несмотря на то, что она больше, она точно так же. Очень легко и хорошо тасуется, не слипается. Заказывайте у меня расклады. Обращайтесь на WhatsApp, на Viber, в Telegram. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго. Пока-пока.